Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Мы продолжаем наш журнал-клаб. Сегодня у нас будет немного иной формат, чем был до этого. Поскольку наибольский номер журнала ветеринарии анестезии Антонель Гейджи весьма скучноват, мы задействуем для своего обзора также журналы GVEC и GVIM. Возможно, это будет интересно не только анестезиологам, но и другим врачам, таким как терапевты и интенсивные терапевты. Итак, поехали! И первое исследование, о котором мы с вами поговорим, это исследование журнала ветеринария Анестезия Антонель Гейджи, посвященное возможности обнаружения пульса у бодрствующих собак и собак в состоянии анестезии. Казалось бы, такая простая и очевидная для нас для всех вещь, как пальпация пульса, тоже требует проведения исследований. Итак, что нам говорят исследователи во вступлении своей публикации? Во-первых, то, что оценка пульса это старый и эффективный метод оценки состояния гемодинамики у ветеринарных пациентов. Ну и не только у ветеринарных. Мы с вами понимаем, что у людей тоже оценка пульса это достаточно важный фактор, который оценивается при осмотре пациента. Если мы вспомним историю, даже такой персидский врач, как Авиценна, использовал пульс для оценки состояния пациента и мог диагностировать до 300 заболеваний, ну если верить историям про него. Хорошо бы знать, где и как можно оптимально пальпировать пульс у наших пациентов. Типичное место, в котором мы пользуемся, это бедро. Однако есть и другие локации, в которых мы можем оценивать пульс. Нет данных в ветеринарии, насколько различается успешность пальпации пульса среди опытных врачей и неопытных. Тех, кто работает давно и тех, кто только что пришел в профессию. Множество факторов может повлиять на успех пальпации и к таким факторам мы можем отнести состояние гемодинамики непосредственно, частоту сердечных сокращений и препараты, которые мы используем для анестезии и анальгезии. В медицине человека опыт оператора определен как один из факторов успеха и верной оценки пульса. В ветеринарии такого пока что еще нет. Как говорят авторы, их цель была как раз в том числе, чтобы оценить насколько опыт влияет на успех пальпации пульса. Нет данных ветеринарии по оптимальному времени пальпации, то есть сколько надо щупать пульс, чтобы достоверно определить частоту сердечных сокращений и его качество. Цель исследования, которую ставят перед собой авторы, это оценить частоту успеха пальпации пульса, влияние опыта оператора, то есть врача, который проводит пальпацию на успех и оптимальные точки пальпации у собак в сознании и в состоянии анестезии. Это проспективное, обзорное, рандомизированное исследование. Выделено три группы операторов. Это старшие анестезиологи, сеньор анестезист. Это группа из пяти человек с опытом работы более пяти лет. Вторая группа операторов – это резиденты анестезиологии или ассистенты. Это люди с меньшим опытом. Опыт работы 24 года. В этой группе было 7 человек. И третья группа – самые малоопытные люди. Это студенты на практике и ассистенты отделения. Опыт работы менее одного года – 33 человека. 54 хозяйские собаки, в которых были представлены 23 породы. Критерий исключения из исследования собак – это непереносимость собакой пальпации пульса. Если собаке некомфортно, она пытается съесть оператора, такую собаку исследования исключали. Каждый из собак пульс пальпировался 18 раз в течение исследования. Исследование проводилось в закрытой комнате с одним оператором и хронометристом, то есть человеком, который включал секундомер. Мы с вами обсудили, что один из критериев, одна из целей исследования была выявить оптимальное время для пальпации пульса. Выбор оператора, то есть того, кто из группы старших, опытных или неопытных людей пойдет в комнату, определялась генератором случайных чисел. Предварительная оценка анестезиологам статуса пациента. Асоклиническое состояние. Три области пальпации были исследованы. Это бедренная артерия в области бедра, это область плюсны в области метатарсуса и область запястья. Все собаки в момент пальпации пульса были подключены к ЭКГ-монитору, который не видел оператор. Человек, который контролировал успех, видел и оператора, и монитор. И, соответственно, мог соотнести оценку пульса операторам и то, что у нас показывает ЭКГ-монитор. Соответственно, успех заключался в тот момент, когда показания ЭКГ соответствовали измерению оператора. Собаки находились в удобном для себя положении. Если им было комфортно лежать, они лежали. Если комфортно сидеть, они сидели. Старт секундомера происходил после касания кожи собаки оператором. Остановка секундомера происходила после обнаружения пульса оператором и просчета пяти волн, подтвержденных с помощью ЭКГ. Если пульс не обнаружился в течение 30 секунд, попытка считалась неуспешной и оператор оценивал иную локацию. Оценка пульса во время анестезии проводилась спустя 15 минут после индукции в латеральном положении пациента. Предварительно фиксировалось перфузионное давление для оценки его влияния на успех пальпации пульса. По результатам исследования, идеальная масса тела у собак составляла 83% от популяции. То есть, списать неудачу на ожирение не получалось. У собак была идеальная масса тела, у большей из них, у большей части из этих собак. Поэтому результаты были более достоверными. Общий процент успеха составил 77%. 67% пациентов в сознании и 87% пациентов в анестезии. То есть, успешность пальпации пульса у пациентов в анестезии была выше, чем у пациентов в сознании. Наибольший успех был достигнут при пальпации пульса на бедренной артерии и у опытных врачей. Среднее время успешной пальпации пульса составляло 10,91 секунды. Вероятность обнаружить пульс на бедре была выше на 77%, чем на лучевой артерии. Но это тоже закономерно. Бедренная артерия – большой сосуд с большим потоком крови, с хорошими анатомическими ориентирами. То, чего у лучевой артерии нет. Вероятность обнаружить пульс на бедре была на 49% выше, чем в области плюсной. И здесь можно сравнить область плюсной и область лучевой артерии. То есть, обнаружить пульс на плюсне проще, чем на лучевой артерии. При частоте сречных сокращений менее 104 в минуту была наименьшая вероятность успеха. То есть, если у пациента брадикардия, обнаружить пульс у него будет сложнее. Препараты для анестезии и перфузионное давление не оказывали существенного влияния на результаты пальпации пульса. Результаты, которые приводят исследователи в таблице, мы можем тоже посмотреть. Мы видим, что группа старших анестезистов, сеньор-анестезист, показала гораздо лучшие результаты и в пальпации, и в оценке пульса, как у бодрствующих пациентов, так и у анестезированных пациентов. Недалеко от них ушли и просто опытные врачи, резиденты отделения и ассистенты отделения. Цифры были практически идентичными. Однако группа молодых, малоопытных врачей, ассистентов и студентов показала результаты наихудшие. Успех у них был наименьший. Хотя, если мы сравним группу бодрствующих животных и анестезированных животных, там молодые врачи показали себя гораздо лучше. В общей сводной таблице мы видим, что все, что у нас находится справа от вертикальной линии, это высокая вероятность успеха. Все, что находится слева от вертикальной линии, это низкая вероятность успеха. Значит, что мы видим? Что вероятность успеха при пальпации пульса на радиальной артерии, на лучевой артерии, наименьшая относительно бедренной и относительно плюсной. Также мы видим, что вероятность успеха пальпации пульса у пациентов в состоянии анестезии гораздо выше, чем у пациентов бодрствующих. Дальше авторы статьи обсуждают те результаты, которые они получили. Во-первых, исследования показывают высокую вариабельность успеха, которая зависит от ряда факторов. Во-первых, локация пульса, а во-вторых, опыт оператора, который это проводит. И эти данные опровергают более ранние утверждения о том, что более 90% пальпации пульса имеет успех. Особенно это ярко видно в группе студентов. Там процент успеха был наименьший. Меньшая частота успеха при пальпации лучевой артерии и артерии плюсны может быть связана с анатомической вариабельностью и худшими анатомическими ориентирами. У бедра, у бедренной артерии, анатомические ориентиры хорошие. Артерия толстая, идет вдоль бедренной кости. С плюсневой и с лучевой артерией такого не получается. Более низкое давление на периферии объясняет большее время для обнаружения пульса. Тоже ожидаемые. Те, кто ставили артериальные катетеры в область плюсны, либо в область лучевой артерии, прекрасно знают о том, что мы сначала будем долго искать пульс, находить оптимальную его точку и только после этого пытаться катеризировать артерию. Данные этого исследования нельзя экстраполировать на пациентов, которым проводится сердечно-легочная реанимация, поскольку в их случае имеет место быть огромное количество сопутствующих факторов, неучтенных факторов, таких как волемический статус пациента, таких как силы компрессии и прочее, и прочее. Поэтому данное исследование подходит только для бодрствующих собак и для собак в состоянии анестезии. Низкий процент успеха в группе студентов и ассистентов подтверждает гипотезу о том, что значение опыта оператора крайне важно для оценки качества пульса у пациентов. Возраст, вес и статус больного аса не повлияли на результаты. Вероятность успеха пальпации пульса на периферии у анестезированных собак, скорее всего, выше, потому что нет спонтанных движений. Собаки лежат спокойно. Вот такое вот интересное исследование, выводы, которые мы можем сделать для себя, что если у вас не получается пропальпировать пульс в течение 10 секунд, позовите кого-нибудь на помощь, кого-то более опытного. Либо смените локацию, попытайтесь найти пульс там, где он пальпируется лучше. В первую очередь в области бедренной артерии. Следующая публикация, о которой мы с вами поговорим, это публикация из журнала ветеринарной интернальной медицины, журнала GVIM. Посвящена она частоте рецидивов исполительной энтропатии с потерей белка у собак и связанных с ней фактором риска. Энтропатия с потерей белка и достаточно часто патология, к которой обращаются к гастроэнтерологам пациенты. И, честно говоря, интересно узнать, насколько высока вероятность у этих собак выздороветь и какие факторы могут быть прогностическими для таких пациентов. Итак, что нам говорят авторы? Воспалительная энтропатия имеет очень осторожный прогноз. Вероятность летального исхода у пациентов с подтвержденной энтропатией с потерей белка составляет до 50%. То есть, каждая вторая собака с этим диагнозом будет умирать. Это очень много. Ряд предыдущих исследований были нацелены на выявление прогностических факторов при энтропатии с потерей белка. И к этим факторам пытались относить уровень С-реактивного белка, наличие рвоты у таких пациентов, моноцитоз, высокий уровень мочевины, низкий уровень альбумина, гиповитаминоз D, индекс клинической активности при хронической энтропатии. И если эти факторы были у пациента, они предполагали плохой прогноз. Забегая вперед, в исследовании, которое мы обсуждаем с вами сейчас, эти факторы не подтвердились. Нет исследований, которые бы оценивали выживаемость таких пациентов более 6 месяцев. Нет данных по частоте и срокам ремиссии у собак с энтропатии с потерей белка. Цель исследования – оценить частоту ремиссии при энтропатии с потерей белка и постараться определить прогностические факторы. Индекс клинической активности при хронической энтропатии – это еще один дополнительный инструмент в руках терапевта, в руках гастроэнтеролога, который поможет объективно оценить статус больного. Однако, забегая вперед, мы уже с вами сказали, что он оказался неэффективным прогностически для пациентов с энтропатии с потерей белка. Однако, как инструмент оценки динамики состояния пациента, он может быть полезен. Этот индекс оценивает активность пациента, оценивает наличие аппетита, рвоты, дефекации и прочих факторов. И, в принципе, если у вас есть гастроэнтерология, либо вы сами занимаетесь гастроэнтерологией, к вам приходит пациент энтропатический прием, данный индекс клинической активности может быть полезен для ведения пациента. Это ретроспективное обзорное исследование, которое включило в себя анализ истории болезни в период с 2010 по 2020 год. Критерии включения – это хроническая энтропатия с лимфангиоэктазией или без нее, подтвержденный гистологический диагноз, энтропатия с потерей белка, гипоальбонемия менее 26,3 грамм на литр. У пациентов, которые были включены в исследование, были исключены другие заболевания желудочно-кишечного тракта и другие причины гипоальбонемии. Минимальный период наблюдения составил 2 года, то есть пациенты, которые прожили меньше 2 лет, исключались. Оценка прогностических факторов в их случае была недостоверна. В исследование было включено 75 собак. Оценились факторы, такие как концентрация кабаламина, уровень кортизола, тест СКТГ, уровень панкреатической липазы, плазменная трепсиноподобная реактивность, концентрация желчных кислот до и после приема пищи, паразитарная инвазия, соотношение креатинина и мочевины, диета, которую употребляли пациенты с антропатии и с потерей белка, дозировки и сроки приема преднизолона и других иммуносупрессантов. Пациенты, которые попали в этот обзор, были разделены на 4 группы по результату анализа истории болезни. Первая группа – это пациенты, которые прошли период ремиссии, буква «Р». У них не было симптомов и уровень альбумина составлял выше 26,3 грамм на литр. Вторая группа пациентов – это стойкая ремиссия, СР. Ремиссия в течение двух лет после гистоподтверждения диагноза. Третья группа – это ремиссия рецидив. Пациенты, у которых рецидив случился в течение двух лет наблюдения. И третья группа – это пациенты без ремиссии, у которых сохранялись симптомы, у которых был низкий уровень альбумина и которых пришлось либо эвтонозировать, либо они умерли сами из-за тяжелой болезни, непосредственно из-за энтеропатии с потерей белка. Также для оценки прогностических факторов была создана кодировка отдельных состояний пациента. Например, наличие симптомов было кодами разделено на цифры. Единица – это диарея и потери веса. Два – это диарея, потери веса, снижение аппетита и рвота. Три – признаки потери свободной жидкости. Четыре – признаки потери свободной жидкости с ЖКТ-симптомами. Пять – поедание диеты до появления первых симптомов. Также были присвоены коды к гистологическим диагнозам. Первое – это лимфоцитарно-пазмоцитарный энтерит. Второе – лимфоцитарно-пазмоцитарный энтерит плюс нейтрофильный энтерит. Третье – лимфоцитарно-пазмоцитарный энтерит плюс эзинофильный энтерит. Четвертое – дилетация лимфопротоков в ворсинах. И также препаратам, которые получали пациенты, был присвоен код. Первое это циклоспорин, цифра 2 азотиаприн, цифра 3 хлорамбуцил и 4 какой-то иной препарат. Все результаты, которые были получены в результате этого обзорного исследования, были сведены в общую таблицу. И здесь мы как раз видим ту кодировку, о которой мы с вами говорили. Например, Presenting Things 1, 2, 3, 4 или 5. Однако, если мы посмотрим на эту таблицу повнимательнее, мы увидим, что последний столбец это критерий P, то есть критерий достоверности. И забегая вперед, мы видим, что ни один из факторов, который оценивался как прогностический в этом исследовании, не показал своей эффективности. Нет статистически значимой корреляции между наличием или отсутствием каких-либо симптомов, уровнем альбумина, уровнем глобулина, уровнем общего белка, холестерола и прочего. Точно так же, как нет достоверной разницы в иммуносупрессивных агентах, каким препаратом лечили пациенты, циклоспорином, хлорамбуцилом или азотиаприном. И также в каких-либо других факторах, которые пытались оценить исследователи в этом элитроспективном анализе. Интересно вот что. Мне всегда казалось, что пациенты с энтропатией с потерей белка это обычно маленькие собачки. Это йорки, той, чихи. Но, как показывает этот обзор, энтропатия с потерей белка может быть абсолютно у любых разных собак. Например, в это исследование попали стафф-бультерьеры, смешанные породы, кавалер-кинг-чардж-спаниели, немецкие овчарки, миниатюрные шнауцеры, бешон-фрезе, голден-ретриверы, бордовские доги, йорки, миниатюрные таксы, лабрадоры, джек-рассел, ротвеллеры, венгерская, выжил английский бульдог и иные породы. То есть, получается, что любая собака может иметь энтропатию с потерей белка. Медиана времени клинических симптомов до установки гистодиагноза составила 31 день. Медиана общего белка у этих пациентов составила 33,8 грамма на литр, а медиана альбумина 16,7 граммов на литр. Что касается ремиссии, данные были следующие. Группа без ремиссии составила 44% пациентов. Это пациенты, которые были или эвтенозированы, или которые умерли из-за своей болезни, из-за энтропатии с потерей белка. И медиана составила 19 дней. В группе ремиссии было большее количество пациентов, 56%. Медиана ремиссии составила 50 дней. Медиана концентрации альбумина 29 граммов на литр. В группе стойкая ремиссия оказался 31% пациентов. В течение двух лет эти пациенты не требовали лечения и не имели каких-либо симптомов. Треть пациентов с подтвержденной энтропатией с потерей белка могут прожить достаточно долгий период времени. И четвертая группа ремиссии рецидив составила 25% от общего количества собак. Среди них 56%, 42% собаки в итоге все равно умерли, либо были эвтенозированы в период какого-то обострения. Медиана концентрации альбумина у них составила 21,7 грамма на литр. Цитический анализ не показал разницы ни в одном из факторов, кроме пищевого комплайса. Если у собаки не появлялись сразу острые симптомы, если у собаки не появлялась сразу диарея и снижение уровня белка на фоне смены рациона или незначительных погрешностей в рационе, вероятность получить стойкий рецидив, стойкую ремиссию у этой собаки была больше. Но если любая погрешность питания, любая смена диеты приводила к симптомам, это был плохой прогностический фактор и собака попадала в иные группы. В первую очередь в группу ремиссия-рецидив. По остальным данным, по остальным факторам, данное исследование не выявило статистически достоверной разницы. То есть пока нет прогностических факторов для пациентов с энтеропатии с потерей белка, кроме одного единственного фактора – пищевого комплайса. Данное исследование впервые демонстрирует статистику выживаемости и ремиссии в течение двух лет у собак с энтеропатии с потерей белка. В медицине человека периоды ремиссии и обострения являются плохими прогностическими факторами. Но если мы возьмем приведенную здесь группу ремиссии-рецидив, мы видим действительно, что около половины этих пациентов все равно либо эвтенозируются, либо умирают в течение двух лет. У людей прогностическими факторами являются возраст, пол, течение симптомов, рост циреактивного белка, ответ на стероиды. Однако в данном исследовании на собаках отмечается связь только с пищевым комплайенсом. Периоды обострения у людей и у животных связаны с сохраняющимся бессимптомным воспалением. И использование диеты может позволить избежать поступления большого количества антигенов и увеличить сроки ремиссии. У собак с лимфангиоэктазией и дилетацией внутриворсиночных протоков диета low-fat может быть очень эффективна. Это подтверждается рядом предыдущих исследований. Но опять же, для того, чтобы правильно назначить диету, мы должны получить гистологический диагноз. А для этого необходимо проводить либо эндоскопию с забором образцов, либо открытую лапаротомию. Одно из ограничений исследования – это отсутствие повторного гистоисследования. Возможно, за период наблюдения у пациентов уже помимо их антропатии с потерей белка, развивались какие-либо другие заболевания желудочно-кишечного тракта. Например, неоплазия. Например, какие-то опухоли желудочно-кишечного тракта. И тогда все результаты исследований могут быть немного смещены. Но это ограничения, на которые авторы, собственно говоря, и указывают. Последняя сегодня публикация, о которой мы с вами поговорим – это публикация из журнала Veterinary Emergency and Critical Care, посвященная перфорации желудка или двенадцатиперстной кишки и вторичному септическому перитониту после использования нестероидных противовоспалительных средств. Нестероидные противовоспалительные препараты, мы с вами знаем, очень популярны в медицине человека и в ветеринарной медицине. И используются они для лечения острой и хронической боли. А также могут использоваться как антиперетики – отдельные препараты из этой группы. Ингибирование этими препаратами циклооксигеназы приводит к снижению уровня провоспалительных простагландинов. В первую очередь нас интересует простагландин Е2, который как раз и участвует в формировании первичной сенситизации первичного болевого очага и дальнейшей активации провоспалительных процессов. Простагландины также участвуют в защите желудочно-кишечного тракта. Простагландины – это большая группа веществ, которые есть в организме, которые могут отвечать за тонус мускулатуры, гладкой мускулатуры, например, сосудов почек, матки и прочего. Но также они участвуют в формировании защитных средств желудочно-кишечного тракта. В частности, выделение защитной слизи клетками. Целью использования НПВС обычно является подавление циклооксигеназы-2. Это один из изоферментов циклооксигеназы, который как раз и участвует в формировании провоспалительных цитокинов. Однако, помимо циклооксигеназы-2, существует еще циклооксигеназа-1. Условно, это полезная циклооксигеназа, которая как раз и является тем механизмом, благодаря которому защищается желудочно-кишечный тракт. Однако, несмотря на то, что в современной практике широко используются селективные НПВСы, которые селективны по отношению к циклооксигеназе-2 в первую очередь и не затрагивают циклооксигеназу-1, непосредственное цитотоксическое действие этих препаратов может все равно оказывать влияние на желудочно-кишечный тракт. Эндотелий желудочно-кишечного тракта связывается с НПВСами. Это приводит к изменению клеточного ПАЖ, повреждению митохондрии в клетках и нарушению защитной функции желудочно-кишечного тракта. И как следствие, возникновение гастроэнтероколитов в ПВС ассоциированных и прободных язв желудочно-кишечного тракта. До данной публикации, как утверждают авторы, не было сравнения НПВС между собой и оценки частоты развития перфорации желудка и 12-перстной кишки у пациентов на фоне приема НПВС. Мне кажется, авторы немножко лукавят, и подобные публикации все-таки уже бывали ранее. Это обсервационное ретроспективное исследование, анализ истории болезни за период 2007 по 2020 год. Критерий включения пациентов в исследование был следующим. Это хирургически подтвержденная перфорация желудка или 12-перстной кишки, история приема НПВС в течение минимум 7 дней до произошедшего события. Критерий исключения. Это наличие заболеваний печени у этих пациентов, азотемия, новообразование желудка, язва желудочно-кишечного тракта, инородное тело желудочно-кишечного тракта, это расширение или завро желудка. Оценка включала в себя тип НПВС, доза, место перфорации желудочно-кишечного тракта, применение совместно с НПВС-СПВС стероидов, а также возможность передозировки нестероидных противозапалительных средств владельцами. 30 собак были включены в анализ. В результате анализа, что получили авторы, медиана возраста составила 6 лет. Но эта медиана, разброс был на самом деле достаточно большой. Собаки от 1 до 14 лет попали в этот анализ, в это исследование. Перфорация желудка в области 12-перстной кишки составила 17 из 30 собак, то есть 56%. Пилорическая часть желудка составила 13 из 30 собак, 43 собаки. Но здесь надо понимать, что очень небольшая выборка, и если мы добавим, допустим, еще десяток собак сверху этого исследования, у нас данные вот этой статистики процентного распределения могут сместиться. Сроки использования НПВС варьировались от однократного приема препарата до 3 лет. Среднее значение составило 14 дней. Опять же, да, очень большой разброс. Однократное применение и 3 года – это пациенты, которые, в принципе, могли в выборку не попасть, которые просто могли быть за пределами этой выборки. Но они включены, и, в принципе, для нас важно, что даже однократное применение НПВС уже может привести к формированию прободной язвы желудка или 12-перстной кишки. Типы НПВС, которые были включены в этот обзор, это Деракоксиб, Китопрофен, Аспирин, Карпрофен, Ремодил – наш самый любимый и популярный НПВС, Фирококсиб, Мелоксикам, Гриппепрант и Пероксикам. То есть, все группы препаратов, все группы НПВСов были представлены в этом обзоре. Превышение дозы отмечалось у 4 из 30 собак. Списывать все на превышение дозы не получится. В принципе, НПВСы даже в нормальных дозировках могут вызывать проблемы с желудочно-кшечным трактом. Совместное применение НПВС и СПВС отмечалось у 3 из 30 собак. Тоже списывать все на то, что давали стероиды вместе с нестероидами, не получится. Показания, по которым назначали НПВСы, в принципе, у этих пациентов в этом ритобзоре – ортопедия, неоплазия и мягкотканная хирургия. То есть, по сути, любой болевой синдром, который был у собаки, предполагал использование у нее НПВС. Общая выживаемость после операции составила 66,7%. 20 из 30 собак после операции выжили. 7 из 10 собак, которые были эвтонозированы, имели язву в области 12-перстной кишки. Здесь можно подумать о том, что статистика может быть достоверна. Область операции ДПК более сложная с хирургической точки зрения, чем просто пилорическая часть желудка. Часто приходится делать какие-то сложные операции, делать пластику, проводить панклодинальную резекцию, либо перешивать как-то сосочек поджелудочной железы. Но в целом, это операции более технически сложные. И, возможно, с этим в том числе связано большее количество эвтонозированных пациентов в группе с язвой 12-перстной кишки. Исследование небольшое, исследование обзорное. И делать из него какие-то далеко идущие выводы не представляется возможным. Но что можно отметить для себя и какие выводы можно для себя сделать? Во-первых, то, что даже однократное применение НПВС уже может привести к формированию язвы желудка или днас-перстной кишки. Про это надо помнить и каждый раз переоценивать пациента, которому вы хотите назначить НПВС. Оценивать потенциальный риск и потенциальную пользу для него. А второе, что в любом возрасте это может быть как у молодого здорового пациента, так и у пожилого. Такое вот коротенькое, простое исследование. Но с НПВСами всегда много вопросов. Исследований про них существует много. И каждый раз они говорят нам о том, что надо быть с ними осторожными. На этом все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то идеи, как сделать наш канал лучше, какие темы было бы интересно осветить, пишите в комментариях. Не стесняйтесь. Будем пытаться это делать. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok